В минувшее воскресенье в Твери произошло событие, которое ждали все православные жители Верхневолжья. Состоялось великое освящение Спаса Преображенского собора. О значимости этого события говорит тот факт, что церемонию лично проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробности у Романа Быкова. В православии церемония освящения еще по-другому называется церемония обновления. То есть предполагается, что храм из обычного здания превратился действительно в Дом Божий, в котором теперь можно проводить любые службы, в том числе, например, божественные литургии. И все это теперь можно сказать про наш Тверской Спаса Преображенский собор. Спаса Преображенский собор, столица Верхневолжья, с самого своего основания стоял особняком среди других русских храмов. Заложенный в 1285 году князем Михаилом и епископом Симеоном, он стал первой каменной церковью, построенной на северо-восточной Руси после монгольского нашествия. В 17 веке он сильно обветшал, и на этом же месте был возведен второй спас, простоявший до 30-х годов, когда он был разорен и взорван калининскими властями. Десять лет назад горожане приступили к возрождению храма. Воссоздание нашего храма участвовало много людей. Это тысячи жителей, тысячи людей, которые являются православными верующими. И теперь после освящения в Твери опять есть свой центральный красавец собор с многовековой историей. Собор всегда был и теперь уже с вашего, ваших действий, что богословение вновь стал сердцем нашего древнего города, душой нашего Тверского края. О значимости события, происходившего в минувшее воскресенье на Соборной площади, говорит список гостей. Это губернатор Игорь Рудени с семьей, депутаты Государственной Думы Владимир Васильев, Сергей Веременко и Юлия Саранова, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, митрополит Виктор, митрополит Тверской Кашинский Амвросий, представители духовенства из разных регионов страны, жители Твери и туристы, делегации из муниципалитетов, паломники. Ну и, конечно, самый главный гость, патриарх московский и всея Руси Кирилл. Обращаясь к собравшимся, он отметил уникальность Верхней Волжи в целом и его главного города в частности. Здесь живет замечательный народ, трудолюбивый, талантливый народ, мужественный, который умел оборонять родную землю, который умел сохранять православие, несмотря на страшные угрозы, который восстановил святыни и вот этот замечательный кафедральный собор. Сама церемония освящения длилась не один час и включала в себя крестный ход вокруг Спаса Преображенского собора, а также божественную литургию. Ее провел лично патриарх московский и всея Руси Кирилл. После освящения собора патриарх вручил награды Русской Православной Церкви за помощь, оказанную при восстановлении святыни. Среди тех, кто удостоился орденов, грамот и патриарших знаков, были губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской Кашинский Амвросий, генеральный директор группы компаний агропромкомплектации Сергей Новиков и другие наши земляки, которые внесли свою лепту в возрождение храма. Многочисленные прихожане тем временем делились своими впечатлениями. Это очень серьезное мероприятие, освящение храма, приезд патриарха на Церскую землю. Это очень большая, мощная поддержка для верующих людей. Радостно, замечательно, что мы дожили до этого события, что в нашем городе вот это совершается. Присоединяюсь к словам. Да, очень такое событие радостное для нашего города, очень важное, нужное. Я чувствую такое, знаете, как солнце, наверное, в душе. Это освящение, оно осветит всю нашу Тверскую землю, и она действительно преобразится. Очень хочется надеяться, но я в это верю. Церемония освящения в возрождении Тверского Спаса не заканчивается. Впереди еще роспись сводов храма, а также восстановление колокольни. Она, как известно, представляла собой изящную постройку в стиле барокко. Поэтому нет сомнений, что звонница очень украсит центр города.